Здравствуйте! Новости на телеканале Ника Плюс в студии Ольга Пименкова и в начале коротко о некоторых темах нашего выпуска. Почему-то сотрудник ГИБДД за 500 рублей мы в тюрьму садим, да? Ему нельзя было 500 рублей. Вот почему-то премьер-министру можно. За год в Карелии выявлено более 300 должностных преступлений. Мы предлагаем принять судебное решение о выселении данных задолженников из благоустроенных квартир. Тех, кто не платит за тепло и воду, теперь будут выселять из квартир. Что будет завтра, если мы сегодня не отстоим? То есть я призываю всех, как-то надо что-то делать. На что готовы пойти родители учеников 45-й школы, чтобы отстоять право своих детей учиться в родной школе? Новые подробности уголовного отдела, возбужденного против экс-министра здравоохранения в Карелии Валерия Бойнича, могут привести к серьезному скандалу, заявил сегодня на итоговой пресс-конференции министр внутренних дел республики Михаил Закамалдин. Пока идет следствие, и подробности не разглашают. Напомню только, что экс-министру и одной из его подчиненных предъявлено обвинение в получении взятки. Всего же за этот год выявлено более 300 должностных преступлений. Наиболее громкий из них вспомнил Ефим Овчинников. На кадрах оперативной съемки обыск в республиканском Минздраве. В отношении его работников возбуждено сразу несколько уголовных дел. Их обвиняют в превышении должностных полномочий, махинациях, связанных с поставкой лекарственных препаратов в Карелию. Идет завышение цены на закупаемые лекарства. Завышение очень серьезное. Просто сумму, когда мы огласим сумму, я говорю, тут, наверное, будет очень серьезный скандал. Кроме того, недавнего руководителя министерства Валерия Бойнича подозревают в получении взятки. По версии следствия, от одной из фирм Петербурга он получил 55 тысяч рублей. Мне задавали вопрос один раз, что такое, ловили взяточников за несколько миллионов, десятки миллионов. А здесь вроде такая фигура, 55 тысяч. Но, извините, почему-то сотрудник ГИБДД за 500 рублей мы в тюрьму садим, да? Ему нельзя брать 500 рублей. Это абсолютно правильно, что садим в тюрьму. И дальше будем их выявлять сотрудников. Вот почему-то премьер-министру можно. Наверное, тоже неправильно, да? В Карелии берут взятки, и это мягко сказано, уверен министр. Причем наши взяточники самых разных мастей. Забрал, да, все? Все, хлопаем, да? Работаем. Это кадры задержания судебного пристава. Его взяли с поличным. По мнению сотрудников правоохранительных органов, арестованное имущество он оценил ниже рыночной стоимости. За услугу потребовал 30 тысяч рублей. А это уже арест одного из преподавателей Петрозаводского госуниверситета. Следователи уверены, за успешную сдачу экзамена со студента он попросил 42 тысячи в российской валюте. Студент позвонил в милицию. В этом году некоторые взяточники сели за решетку. Так, 4 года колонии строгого режима получил заместитель главы Прионежского района. За махинации с земельными участками он собирался взять 450 тысяч рублей. Но взяли его и взяли с поличным. Всего же за год в Карелии выявлено более 300 должностных преступлений. Половина из них связаны с дачей или получением взятки. Расследованием занимаются сотрудники МВД, прокуратуры и ФСБ. Некоторые громкие дела взяточников этого года будут переданы в суды уже в январе 2010-го. В Петрозаводске составлен черный список должников по коммунальным платежам. Десяти жителям Петрозаводска, задолжавшим за услуги ЖКХ, теперь реально грозит выселение. Такая крайняя мера по отношению к злостным неплательщикам предусмотрена законом. Но применить ее на практике раньше было невозможно из-за отсутствия жилого фонда, куда бы переселяли должников. Теперь этот вопрос решен. Администрация города на эти цели выделила несколько комнат в общежитии и полублагоустроенную квартиру. В черный список попали жители Петрозаводска, задолжавшие за услуги ЖКХ от 40 до 150 тысяч рублей. Все они не платят за тепло и воду в течение последних четырех лет. Попытки договориться или вернуть долги через суд не принесли результата. Поэтому, говорят в компании «Энергокомфорт», они вынуждены идти на крайние меры. Сейчас ведется работа по подготовке исков к данным должникам, где в качестве принудительной меры по погашению задолженности мы предлагаем принять судебное решение о выселении данных задолжников из благоустроенных квартир и переселении их в вышеназванные неблагоустроенные жилье, либо в комнаты в общежитиях. Реальная угроза потерять свою благоустроенную квартиру и переехать в комнату общежития заставить злостных неплательщиков рассчитаться с долгами, считают в «Энергокомфорте». В целом же только за услуги водоснабжения петрозаводчане задолжали почти 50 миллионов рублей. Не лучше обстоят дела и с оплатой тепла. У нас в должниках находятся более 20 тысяч квартир, то есть это более 20 тысяч семей петрозаводчан. Сумма задолженности по теплу составляет более 100 миллионов рублей. Пени, начисленные за эти неуплаченные суммы, а это ни много ни мало 25 миллионов рублей, в «Энергокомфорте» готовы простить. Если граждане до Нового года рассчитаются со своими долгами, то они могут не выплачивать накопившиеся штрафы. Таким образом, можно заплатить меньше и встретить Новый год без старых долгов. Продолжает накаляться ситуация вокруг петрозаводской школы номер 45. Напомню, администрация города предложила объединить ее с первым лицеем в одно образовательное учреждение. Такое решение вызвало протест родителей учеников 45-й школы и ее учителей. Противостояние продолжается уже несколько недель. Практически каждую родители организуют собрание. На очередное пригласили администрацию города, чтобы вместе разобраться в ситуации. Состоялся ли разговор, расскажет Анастасия Зайцева. Взглянуть в глаза родителям и их детям на очередном общешкольном собрании мэр Петрозаводска не отважился. Через Центр социальной помощи Возрождения он отправил 460, столько 45-й школьников, писем для родителей. Накануне трое детей Елены Парфеновой пришли со школы в слезах. Оказалось, письма даже не были запечатаны. Дети прочли о том, что ждет их любимую школу. На листах А4 мэрское обещание сохранить традиции учреждения даже в том случае, если оно войдет в состав лицея. Этому родители уже давно не верят. В первом лицее, насколько я тоже знаю, если кто-то не справляется, нужно обязательно нанимать репетиторов. Денег у меня на репетиторов? Нет. В первый класс младший сын не сможет пойти в такую школу-комплекс, потому что, например, я тоже узнавала, что в первый лицее принимаются только дети, которые окончили школу-малышок. Лицейскую. Она тоже платная. Родители, как всегда, основательно подготовились к встрече. Многих на прошлых собраниях интересовали цифры, а именно расчеты, почему будет расформироваться конкретно 45-я школа. И могла ли власть сама, без подобных объединений совершенно разных образовательных учреждений, решить проблему с детскими садами. Представители администрации предпочли сидеть молча. На это ответить им было нечего. Я решила подготовить эти цифры сама и поняла, почему эти цифры не переназваны. Этих цифр нет. Значит, надо заставить слышать простых людей и их детей. Чёрт с ними с нами. На детях-то нельзя наживаться. Это грех. Это великий грех. Решать свои проблемы, ущемляя детей. Что будет завтра, если мы сегодня не отстоим. То есть я призываю всех, как-то надо что-то делать. Представители управления образования около часа отдувались до своего градоначальника-реформатора, но не выдержали и ушли по-английски, не попрощавшись. Между тем, родители, отчаявшись искать поддержку городской власти, подписали обращение к главе Карелии. В Петрозаводске прошёл фестиваль исследовательских и творческих работ младших школьников «Мои первые открытия». Дети представили рефераты об истории нашего края, рассказы о динозаврах, редких животных и путешествиях с родителями. На фестивале несколько десятков открытий, которые сделали младшие школьники. Дети размышляют о том, как сделать Петрозаводск чище и как решить проблему загрязнения окружающей среды. Некоторые школьники после летнего отдыха с родителями заинтересовались историей той или иной страны. А Егор Христофоров после рассказа его мамы о предках вместе с родителями составил генеалогическое древо своей семьи. Для этого ему пришлось не один вечер провести в библиотеке и переворошить множество документов. И теперь, по мнению экспертов, его работа вполне может претендовать на победу. Прабабушку зовут Ольга Каракова. Ее жизнь у нее была очень тяжелая, потому что в 1937 году ее мужа расстреляли. Все работы детей были доступны благодаря нашему Центру информационных технологий и Центру развития образования города Петрозаводска. Все работы размещены в интернете. Также вся информация о фестивале, о победителях. Заключительная этапа тоже размещена на сайте. И есть ссылки на эти работы. То есть каждый горожанин может познакомиться с детской работой. И мы с удовольствием приглашаем принять участие в обсуждении этих детских работ, так как форум тоже есть на страничке данного фестиваля. Формомаркет. Что это такое, расскажем после рекламы. Оставайтесь с нами. Время хороших новостей. В декабре «Шанс» запускает автомобильный конвейер. Автомобиль собирается из покупок от 500 рублей. В каждой такой покупке «Шанс» на автомобиль, а также множество других призов. «Шанс» повезет. Главный приз. Салоны мебели «Формат» представляют многофункциональные кухни собственного производства, встраиваемая бытовая техника, шкафы-купе и другая корпусная мебель по вашим размерам. Салон мебели «Формат» теперь и на «Энгельса-17». Боль не оставляет вам шанса для полноценной жизни? Хватит заниматься самолечением и тратить деньги впустую. Костная клиника. И вы забудете о боли в спине и суставах. Костная клиника. Проверена 30 тысячами наших пациентов. Компания «Век стеклов» поздравляет всех жителей Карелии с новогодними праздниками и дарит вам скидки и подарки. Тепла и уюта вашему дому. Питьевая вода приходит в наш дом сложным и долгим путем. Чистая питьевая вода приходит к нам легко и быстро. Северный источник. Доставка питьевой воды «Карельская жемчужина» на дом и в офис. Телефон 7-8-43-49. Безмятежное спокойствие, нежные прикосновения, брызги дождя и шум прибоя. Ванны и душевые кабины. Магазин сантехники «Сон». Лососинское шоссе 26. Торговый центр «Столица». Встречайте Новый год в ресторане «Северный». Изысканное меню и оригинальная развлекательная программа. Заказ столиков по телефону 76 55 74. Проспект Ленина, 21. Вы смотрите новости телеканала «Ника плюс». Мы продолжаем. Центр социальной помощи Мазуровского провел традиционный предновогодний вечер для жителей Куковки. Гостей встречали в актовом зале 34-й школы. Этот праздник в 34-й школе проходит уже восьмой год подряд. На торжественный концерт приглашают тех жителей Куковки, кому непросто добраться до новогодней елки на площади Кирова. Работники Центра социальной помощи Мазуровского пригласили на праздник больше сотни горожан. У этого вечера есть и еще одна особенность. На нем чествуют пары, которые прожили вместе не один десяток лет. Своей любовью друг к другу и к жизни они подают пример подрастающему поколению. Новая аптека компании «Норд Медсервис Карелии» открылась сегодня в Петрозаводске. Она работает в пока не очень привычном для горожан, но очень удобном формате – фармамаркета. Одним из первых посетителей новенького фармамаркета стала Надежда Петровна. Она живет в том же доме, где открылась аптека на Титово-12. И приходить сюда ей очень удобно. А он, как видите, инвалид. И очень удобно ходить теперь за лекарством, которое нам нужно. Цены нормально. Потому что я как покупала в других аптеках, и здесь нормально. Первые 100 покупателей получили полезные для здоровья подарки. Кроме того, до 31 января для всех действует 10-процентная скидка на лекарства и лечебную косметику. Мы представляем широкий ассортимент лекарственных средств, лечебной косметики, детских товаров и других товаров аптечного ассортимента. Также в преддверии праздника можете приобрести у нас подарочные сертификаты. В будущем году в Петрозаводске откроются еще две аптеки компании «Нордмедсервис Карелия». Одна закрытого типа, вторая также в формате фармамаркета. А уже сегодняшнего дня вас ждут по адресу Титова-12. Аптека «Формула здоровья» работает без выходных. Получить в подарок к Новому году не сувенир, не коробку конфет, а настоящий автомобиль. Такое возможно. Сеть магазинов «Шанс» по традиции проводит праздничную акцию, в которой могут участвовать покупатели всех магазинов фирмы в Петрозаводске, Сегеже и Сартовало. «Шанс» снова дает нам шанс. На этот раз получить в подарок автомобиль. По доброй традиции руководство известной сети магазинов, торгующей бытовой техникой самых разных марок, проводит розыгрыш замечательных призов, которым порадуется каждая семья. Для того, чтобы выиграть подарок к Новому году, нужно всего лишь совершить покупку в магазинах сети «Шанс» на сумму от 500 рублей. Помимо супер-призов у нас еще три крупных приза. Это стерильная машина, холодильник и LCD-телевизор. Но, естественно, сам супер-приз – это автомобиль. Данная акция, розыгрыш этих призов и розыгрыш этого супер-приза – это очередное доказательство того, что в нашей сети все делается для покупателей. Я хочу поздравить всех наших покупателей, всех наших будущих покупателей с наступающим Новым годом и Рождеством. Каждый, кто купил в «Шансе» миксер, плиту или обогреватель, получает купон, заполняет его и оставляет до розыгрыша. Акция проходит один месяц, начиная с 1 декабря. Сотрудники напоминают – совершая покупки в магазинах сети «Шанс», вы в любом случае делаете себе подарок. Следующий год в России объявлен Годом Учителя. Церемония, посвященная его началу, прошла в Петрозаводске во Дворце творчества детей и юношества. И, как утверждает наш обозреватель Александр Тихий, довольны ею остались не все. Об этом прямо сейчас. А новости на сегодня все. Ищите их в интернете на сайте никодефисmedia.ру. В студии работала Ольга Пименкова. Всего доброго и только хороших новостей. 2010 год объявлен Годом Учителя. Церемония открытия прошла во Дворце творчества детей и юношества. Примечательно, что на церемонии вручали сертификаты по 20 тысяч рублей педагогам села. 42 молодых сельских учителя ушли счастливые. А городским молодым и пожилым педагогам не досталось ничего. Недоумения у городских педагогов было предостаточно. Город Петрозаводск и так устал от противостояния республики и города, но противостояние продолжается даже в таких знаках внимания. Министр образования Александр Селянин пригласил на сцену мэра города Петрозаводска, у которого в ведении находится более 40 школ, вручил ему дежурную рамочку и поблагодарил за внимание к учителям. Мимика недоумения была на лице Николая Ивановича. А потом министр образования вообще сказал странную вещь. Звучало это так. Дети научатся сами, а школа призвана воспитывать. Вообще-то миссия школы – как раздавать образование. А профессия, дающая образование, значится как учитель, но не воспитатель. Между прочим, по сегодняшним холодам не все сельские учителя приехали, остались в свободные места. И утром 22 декабря их распределяли среди петрозаводских педагогов. А потом на их глазах раздавали премиальные деньги педагогам сельским. Хотя год десятый объявлен не годом сельского учителя, а именно годом учителя. Без подразделения на сословие и провинциальность. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Читайте в свежем номере газеты «Петрозаводск» в четверг, 24 декабря. Найдена директор турфирмы, обманувшая клиентов. Почему мошенница до сих пор на свободе? За что мы платим? Из чего складывается цена за билет в городских троллейбусах? В сборную Карелии выгнали из КВН. Ее обвиняют в воровстве шуток. Полезные советы. Как задобрить тигра в 2010 году? А также самые интересные городские новости. Полная программа телепередач. Прогноз погоды, афиша городских событий, подробный гороскоп, полезные советы и конкурсы с призами для наших читателей. Все это в свежем номере газеты «Петрозаводск». Незабываемые путешествия по странам Скандинавии и Европы на комфортабельных автобусах. Более 12 лет безупречной работы. Телефон 273345. Нам доверяют. С нами надежно. Автоторговый центр «Корел Импекс» напоминает формулу долголетия авторезины. Собираем компоненты. Зимние шины монтируем на диске, готовые колеса балансируем и устанавливаем на автомобиль. А также не забываем проверять развал схождения. И все в одном месте. «Корел Импекс». Продажа, установка и гарантия. Сбавь скорость. Тебя дождутся. Безупречность, уверенность, стабильность. Именно из этих составляющих складывается образ успешного человека. Классический мужской костюм. Залог успеха каждого мужчины. Отель «Корелия». Конференц обслуживания любого уровня под ключ. Бизнес и сервис-центры. Бар и ресторан. Отель «Корелия». Весь комплекс услуг для проведения деловых мероприятий. Стоматологическая клиника «Ареком». Лечение зубов методом объемного пломбирования системой «Термофил». Щадящее отбеливание по технологии «Зум». Восстановление зубов по конструкционной методике за одно посещение. Все виды протезирования. Стоматологическая клиника «Ареком». Это Семен. Он классный плиточник. А в свободное время увлекается фотографией. Но с 15 ноября у Семена не будет свободного времени. Потому что в магазинах «Мир Кафеля», «Салон Кафеля» и «Керама Марацци» плитка будет стоить всего от 139 рублей за квадратный метр. Всем привет! Вы смотрите «Глаз народа». До нового 2010 года остается несколько дней. В городе уже вовсю продают елки, шарики и гирлянды. А количество шампанского и мандаринов на прилавках увеличивается с каждым днем. Давайте поинтересуемся у жителей Петрозаводска, как они готовятся к Новому году, а также что для них значит этот праздник. Что для вас значит Новый год? Новый год? Ну, наверное, мандарины в первую очередь, Дед Мороз и чудо. Здравствуйте, дети! Праздник души, праздник для детей, все собираемся. Семейный праздник, радость для ребенка. Ну, в самом названии праздника, да, Новый год, значит, будет что-то новое, и всегда есть надежда на то, что это новое будет хорошим. Ну, это семейный праздник. С любимыми, со своими, с родственниками встречать обязательно. Я бабушка, прабабушка, у меня четыре внучки, два правнучка и правнука. Так что с Новым годом! Я всех-всех поздравляю, кто меня смотрит. Какую вы елку ставите, искусственную или натуральную? Мы еще пока не поставили, но я думаю, будем искусственную ставить, чтобы беречь кусочек природы. Во дворе мы ставим натуральную елку, а дома у нас искусственная. Только живую. Ну, последние годы искусственную. Так получилось. Жалко, наверное. Да и, честно говоря, потом, в феврале, все эти иголки собирать не хочется. Настоящие. Только настоящие. Если бы можно было, я бы свитечки поставила, как это и раньше было бы. Ах, какая елочка! Сейчас мы ее охаражим, а теперь можно встречать Новый год. У нас искусственная уже. Просто настоящая. Новый год, чтобы была всегда настоящая елка и мандарин. Искусственная. А настоящая там елка, эти иголки, от елки убирать долго. Неудобно. Настоящую не хочу рубить, жалко. И так, для самого стола. А искусственную, конечно. Что вы обязательно покупаете каждому Новому году? Что обязательно покупаем? Что мы обязательно покупаем? Подарки внукам, детям. Ну, всего, если какой год идет, такой символ покупаем всегда, чтобы был дома. Подарок сыну. В первую очередь. Шампанское. Хорошее мясо для пельменей. Подарки для знакомых, для детей. Бенгальские огни. Подарки всем родственникам, всем друзьям. Маленькие, чтобы был подарочек. Пеноминально. Мандарин. Шампанское. Что-то торты. Какое у вас самое любимое новогоднее блюдо? Мамино. Салат оливье. Салат, желательно, из морской рыбы. Мы любим морской коктейль. Щеледка. Дети любят, конечно, крабовый салат из крабовых палочек. Ну, пироги разные печем. Оливье. Такие сладкие пирожки всегда пекутся для зятя. Это раскатывается тесто, песочком посыпаешь и в мастер жалишь. Это вот, это обязательно должно быть. Опа! Надо спросить у меня. Иначе можно такого наделать. Не знаю, мимозы. Я лично люблю мимозы. Пельмени сибирские. Сами. Сами делаем. Очень много салатов я люблю есть. Очень много. А какое самое любимое? У меня нет такого. Ну, у нас у мамы есть фирменный рецепт пельмени. Есть там пельмешки с секретом. То есть, туда закладываются монетки. И кому в новогоднюю ночь попадется монетка, тот будет счастливым. Оливье. Самая незабываемая встреча Нового года? Это было когда у нас... Это было очень давно. Когда у нас была вся-вся-вся семья. В сборе. То есть, мы их праздновали всей семьей. А так, мы постоянно празднуем компаниями, а один раз вот всей семьей праздновали. У нас, между прочим, юбилей свадьбы на Новый год. Да. Всех впускать, никого не выпускать! Папа купил салюты. Ну, заряд. Пошли пускать. И ну, как начало это... Все собаки заткнулись, гавкали сначала. Вообще заткнулись. Просто красиво вообще очень было. Когда собрались не только мои близкие, но и все мои друзья. В прошлом году. На крыше год дома. Наверное, каждая встреча Нового года по-своему незабываемая. Я думаю, что будет это, потому что первый раз будем встречать с новым членом семьи. Строительный гипермаркет Коди приглашает на новогоднюю акцию. В декабре и январе приходите в Коди, совершайте покупки, собирайте печати и получайте гарантированные подарки. Строительный гипермаркет Коди. Путейская 5. Работает даже на старом железе. Быстрый интеллектуальный поиск. Родительский контроль. 1С Северо-Запад рекомендует подлинную Windows 7. Покупайте у партнеров сети Один Софт. РГЦ Недвижимость напоминает. 1 марта 2010 года заканчивается бесплатная приватизация жилья. В связи с этим мы открываем новый пункт приема документов. Гоголя 12, 3 этаж, кабинет 7. Вход со двора. Телефон 77-49-10. Рекламное агентство «Прома». Включаемся и работаем. Как телевизор. Прогноз погоды представляет Северная меховая компания. Только с 22 декабря по 10 января в магазинах Северной меховой компании новогодние и рождественские скидки до 15% на все шубы от норки и бобра до овчины. Головные уборы, пальто и куртки. По прогнозу Карельского гидромедцентра 24 декабря ожидается облачная погода, сильный снег, днем мокрый снег, местами метель. Ветер восточный 7-12 метров в секунду. Температура ночью 6-8, днем 1-3 градуса мороза. Северная меховая компания. Полезная информация бесценна. Смотрите Неку Плюс и будьте в курсе, господа.